И доброго времени суток! Вы на просторах игрового канала Ичи Геймс. Меня зовут Антон, или же просто Ичи. И сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру A Bird Story. И эта серия будет уже финальной, может более долгой, может более короткой она выйдет, я не знаю. Но в общем-то осталось всего три кусочка данной истории нам посмотреть. Вот, ну что же, летим на бумажном самолетике над городом вместе с нашей птичкой, с нашим другом, которого я сам назвал внезапно Иннокентий. Так, подоскоряться можно, хорошо. Но нужно ли нам это? Интересно, что это символизирует такое? Понятное дело, что в действительности автор не летал с птичкой на самолете, но я думаю, это о чем-то рассказывает тоже сцена. Может быть о перелете птиц, что они улетают вот из наших городов, куда-то в теплые края. На время зимы ищут где бы им перекантоваться, пережить ее. Но мне почему-то так кажется. Оп, мы что-то упустили. Гнездо, да? Какое-то. Походу дела я был прав. Ну, гнездо как бы. Это ж понятно, с чем ассоциируется, правильно? С местом зимовки там или обитания. Так, особо вниз нам не надо. Значит, наверх. Вот, там что-то есть. Ну, я не знаю, зимнее. Зимнее какое-то место. Так. Или птичка что-то ищет. Вот, птицы. А может быть это история самой птички? То есть, как бы, я не знаю, где она появилась на свет или вроде-то. Ага, нам еще четыре места таких надо найти. Хм, интересно. То есть, что это за места? Ну, мне кажется, что все-таки я был прав. И версия с местами как раз-таки обитания птиц при их перелете куда-то на зимовку там. Ну, или может быть наоборот, на лето, я не знаю. Мало ли, птицы же разные бывают. Потому что вот другая совершенно местность. Конечно же, очень красивая. Тут тоже песок и прочее. Пальмы. Вот. Белые птички мы, кстати, тоже видели, помню уже. Или может быть это просто показывает, что птиц много. И они живут в разных местах совершенно. В разных уголках нашего мира. Нашей большой и необъятной маленькой планеты. Да, я знаю, это звучит странно. Большая и необъятная. Но при этом маленькая. Но это в действительности так. В отношении одного человека планета действительности большая и необъятная. Но если посмотреть на нее, например, даже из космоса, с какой-нибудь космической станции, то она кажется очень маленькой и хрупкой. Маленький хрустальный шарик, словно на елке. Который очень легко разбить. И поэтому ты его очень осторожно держишь в руках, бережно. И точно так же и нам надо беречь, наверное, нашу планету. Как бережно мы держим шар, который вешаем на ель. В рождественские или просто новогодние праздники. Ну, смотря где вы и живете. Да, это понятное дело, что, наверное, мои слова несколько высокопарно как-то прозвучали. Но что поделаешь. Вот так вот. Как-то получается. Ладно. Еще одно осталось. Тут, кстати, яички-гнездышки я заметил. А может, действительно, если это история птички, как бы, как она появилась на свет. И она нам, типа, рассказывает. Хотя, с другой стороны... Не, ну наш мальчик мог почитать, например, про данную птицу, про данный вид. То есть, как они обитают. Где они обитают. То есть, как бы... Как делают себе гнезда. Где селятся. И это, может быть, и к этому отсылка. Я не знаю. Сложно сказать. Но, в любом случае, это все весьма красиво и прекрасно. Мне нравится. Надеюсь, и вам тоже. Так, стоп. Пропустили. Я же думаю, что что-то не так. Чего-то не хватает. Может быть, где-то внизу? Сейчас поищем. Так, нет. Здесь не видно. Но это уже какие-то горы. Там, я не знаю, альпийские, не альпийские. Но что-то такое мне почему-то напомнило. Зеленые такие. Красивые. На самом деле, и в России, и тоже хватает гор красивых таких. С реками и со всем прочим. В России вообще страна большая. И тоже, казалось бы, необъятная. Но, на самом деле, в своих своих больших размерах она... Ну, не знаю. Вдруг, внезапно для кого-то это окажется. Но, как по мне, маленькая. Потому что... Ну, я не знаю, как это объяснить. Она одновременно тоже большая. Но при этом и малая. В конце концов, мы не всю территорию ее населяем и заселили. Ну, и с другой стороны, это и хорошо. Есть еще... Не замусоренные человеком места. Чистая природа. Как-то вот так. Что-то меня на лирику прям понесло. Ну, такова уж игра. Пусть и... К последней серии. Но она вот такие вот мысли вдруг пробудила во мне. Немножко потянула на размышления и рассуждения. Тем более, что... Здесь нет текста, который надо читать или... Тому подобного. Чего-то. Так что, вот так. Да. Оу. Стоп. А маман или... Не, ну по одежде больше похоже на ветеринара. Только немножко странный такой переход между сценами. Видимо, все-таки на улице мы встретили ветеринара, да. И вот она нас узнала и заметила, что птичка... Так. Решила, видимо, с кем-то поговорить, я не знаю. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Так. В лесу. Ага, мы прячемся такие, типа. Хорошо. Ага. Вернулись, типа, домой. Окей. Садимся такие за столик. Ам. Так, вот мы дома. Ну, наверное, на балкон, я не знаю, нам надо или что, или как. Так, птичка. А, нет. Ну, хорошо, пойдем. Ом. Выход. Что? Ну, видимо, краткий путь. Так, зеленый свет. Хорошо, проходим сразу, побыстрее, пока он не стал красным. Ну, естественно, если давно уже зеленый свет, лучше в реальной жизни, наверное, все-таки не торопиться с этим. Так, заходим в класс. А там? А там ветеринар с училкой. С учительницей, прошу прощения, говорит. И... А-а-а, погоня. Тара-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-ра-там-та. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Бенни-хилл прям какой-то начался. Ну, и мелодия, собственно, из его шел. А? Утки? Что? А-а-а, окей. Я утка. Нет, я не утка. Ладно, хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А что, прыг-прыг? Марио! Это уже Марио какой-то пошел. Хорошо. Воу. Мелодия кончается и... А? Что? Что-то как-то... Это уже какой-то ужастик. Кто ты, мальчик? Ну, по ходу дела, мы только какой-то обезличенный. Что-то темное, мрачное сейчас случится, что ли. Что может быть-то? Блин. Такой вот резкий тоже контрастный переход от яркого и веселого события к, я не знаю, даже. Ладно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, птичка. Ну да, она хочет к своим. Все-таки. Она, в конце концов, не домашняя какая-то птица. Дождик. Давай в дом. Че мокнем-то-то? Конечно, в листиках, может, этого деревца там они и укрывают как-то, но все-таки это не дело. Воу. Ну да, в принципе, логично. Все-таки время расставаться. Как ни крути, но надо. Пора уже явно осень, дожди, все дела. Ей надо на волю. Ей надо к своим. Ну, плюс ветеринар вспомнил. Ветеранар тоже что-то говорил. Видимо, такое. Так, пора в школу. Так или иначе, я думаю. Хорошо. Да, мы взяли птичку с собой. Звук рюкзака был, если что. Я не знаю, будет слышно или нет. Я звук игры, как уже говорил, потише сделаю, потому что я проверю. На записи игру слышно, когда играет музыка, громче, чем меня. Причем значительно. Я сейчас, звук-то у меня в наушниках не на всю громкость, поэтому я могу сравнить. Вот, я проверял, естественно, все. Ох, мелодия уже такая гнетущая немножко. Ну, что поделаешь? Очередная записка от кого-то. Типа, дождь, зонт возьми. Ну, наверное, наши родители. Просто я предполагаю, что родители все время, в действительности, на работе как-то. Вот, в основном так получается. И ребенок на чутерной степени был предоставлен сам себе. Да, мы уже получше не прыгаем, я попробовал. Ну да, куда тут прыгать? Грусть, тоска и печаль. Дождь идет, и с птичкой нужно расставаться. Желтый мигает. Вот-вот должен стать зеленый. По идее. Но что-то не меняется, словно бы само время застыло. Видимо, так оно и есть. Видимо, так оно и есть. Деревья пока еще вроде зеленые, но... Я думаю, что все-таки дело идет к осени. Да и на самом деле, может, сами события были как раз-таки осенними. Так, могу ли я туда пройти? Оу. А вот и ветклиника. Да, наверное, все-таки пошли к ветеринару, чтобы... Чтобы что? Ну, ветеринар говорил что-то... Я не знаю, может быть, птичку в действительности нужно на дообследование как-то или еще что-то. Или, может, ветеринар посчитал, что птичка больше не сможет летать. И поэтому хотел ее в клетку как бы посадить. Я не знаю. Тут много вариантов можно строить. Почему и как. Да, каждый шаг дается с огромным трудом. Все становится черно-белым и мрачным. Очень тяжко нашему мальчику все это делать. Воспоминания как птичка подружила его с детьми, по сути. Благодаря птичке у него появились ведь друзья. Да. Когда застукал ее в дереве. Бросил зонт. Решил, нет, не отдам я вам птичку. Убежал. С двух сторон учительница и это мадам. Прыг, прыг, давай. Музыка, она вот прям очень создает атмосферу. Действительно, я уже, я не устану это повторять. Она тут шикарна. Без нее это не было бы такой цельной картиной. Эта игра очень хорошо показывает, что музыка крайне важна для игры. Ну, в принципе, для различных произведений, которые имеют визуальное содержание. И при этом именно что, не статичную картину. Ох, улетаем от них и... Гроза, это плохо. Воу! Ускориться мы не можем никак. Это опять? Ё-моё, что ж такое? Блин, еще. Ну же, лети, лети. Лети. Ну же, выдержи самолетик. Давай. Куда-то вообще в омрак. Последнее. Что ж сейчас будет-то? Что-то мелодия совсем грустная. Падает. И птичка. А, нет, не птичка. Ну и птичка-то, наверное, тоже. И листочки. Этого бумажного самолетика. Словно какие-то разрушившиеся мечты или надежды. Квачки истории. И мгновения жизни. Лес. Так. Ам, жив? Жив. А где птичка? Так, ладно. Ам. Так, рюкзак. В рюкзаке нема. Так, чирик. Что-то чирикнуло. С той стороны. Там лежит. Птица. Ну. Как бы обезличенная. Словно и не наша. Но. Эй, ты куда ее? Унесло. Птицу. Так. Ну, я надеюсь, все-таки она жива и не погибла. Хотя картина складывается. Такая. Видимо, это все-таки наша птичка была. Ее другая птица унесла куда-то. Да. Качаемся на качелях. Дети теперь с нами играют. Но, видимо, это нам не приносит удовольствия какого-то. Как-то так уж сложилось. Ну да. Они не птица. Она все-таки нас с ними подружила. И она для нас, видимо, больший друг, чем они. Все-таки, как ни крути. Идем с грустью и тоской домой. Вот лес. То место, где мы ее повстречали, насколько я понимаю. Мы к нему выходим. Да. Там клочок бумажки. От самолетика. Хм. Здесь мы с птичкой наблюдали тогда за полетом других птиц. Вдыхали. После того, как первый раз побывали у ветеринара. Возвращаемся домой. Консьержа уже нету. Как нет и запрещающей таблички. Только человек. Лифт уже открыт. Пускает нас. Никто ни от кого уже не отходит. Возвращаемся домой. Что еще можно сказать? Да, я знаю. Я капитан очевидности. Констатирую факт. Но... Что поделаешь? Свет включить. Свет включить. Кексик. Ну или хлебушек. Я не знаю. Похоже на кексик. Поэтому я буду называть кексиком дальше. Так. К остальным листочкам. Видимо он собирает эти листочки. Самолетика. Который разбился тогда. Птички нету. Вот мы видимо и пришли к тому, с чего собственно начали игру. Помните он смотрел в деревце? Проверял нету ли там птички. И вот ее нету. Видимо мы вернулись как раз к тому, с чего все началось. Водичку взял. Свежие набрать. Надеется, что птица еще вернется. Ну да. Чтоб если таки прилетит, то попила хотя бы. Все правильно. Все правильно. И ночью ждет. Листочков больше. И в дождь и ждет. Еще. Видимо каждый день. Собирает. Самолетик делает? Видимо. Или наоборот разложил листочек. Не, вроде бы сделал самолетик. Да. А он ведь давно, наверное, не делал. А тот решил. Наверное запустил. Я не знаю. Ну, самолетики. Зачем еще же было? Оп. А, прилетело. Видимо. Видимо прилетело. Так, давай-давай быстрее. О, здорово, Иннокентий. А вот эта синяя птица, кстати. Помните, мы ее видели там? На месте, где барсук-то нашу ранил. Так, смотри. Могу летать уже. Оклемалось, значит, да? Ну, а синенькая птичка, видимо, пара. Может быть, синяя птица, кстати. Нам ведь цвета не были же показаны. Что за птица-то унесла нашу. Может быть, это как раз и... Была вот эта синенькая. Она унесла. Так, хорошо. Поможем. Снимем повязку. Без повязки-то, наверное, проще будет летать, правильно? Да. Полетело. И синенькая тоже. На крыше куда-то. Ммм, самолетик. Видимо, тот как раз, который он запустил. Ха, принесла. Помнит. Игры. Хм. Как мило. И такой. Лети. Ты свободна. Будь со своими. Будь со своими. Вот и все. Такой вот финал. Я не буду говорить слишком много о концовке. И в целом об игре. Могу лишь сказать, что мне она понравилась. Маленькая, добрая, уютная, ламповая история. Да, они полетели. Видимо, как раз таки вынашивает свое потомство как раз по тем местам, по которым мы летали на самолетике. Спасибо разработчикам. Да, игра, конечно, маленькая и вроде как, казалось бы, мы ничего толком не делали, но мы посмотрели замечательную историю и послушали крайне приятную музыку, без которой картина не была бы полной. То есть это единое, цельное. Все. Да, вроде бы простенькая картинка, но не в этом суть. Все это вместе очень великолепно сочетается. Да, я был прав, вот там они и вынашивать будут свое потомство, видимо, новых птичек. Естественно, разработчик у игры не один, просто есть главный разработчик, главный как бы над всеми. Вот интернациональная вообще команда, сами видели. Сейчас тоже показали, кто помогал, видимо, в локализации, если можно так сказать. Нашли таки свое место. Это еще не все, что ли? Видимо. Ладно, сейчас посмотрим, что еще. Что? Самолетик. Так. А? Куда же он собрался? Это мы, видимо, узнаем уже в новой игре. В новой игре. Finding Paradise. Уже в разработке. Ну что же, еще раз огромное спасибо разработчикам данной игры. Будет возможность, я, естественно, пройду на канале To The Moon. Я не хочу пиратить ее, честно говоря. Так что... Не знаю, поэтому и, собственно, когда пройду уже To The Moon. То есть... Так что, как-то вот так. Тем более, надо будет еще узнавать, как там с авторскими правами тоже. Ну, учитывая, что, в принципе, многие крупные каналы ее проходили, наверное, все в порядке. Вот. Ну и будем ждать тогда следующую игру. Что же, будет интересно посмотреть. И, как видно по превью картинке, игра будет проводить нас, видимо, через всю жизнь этого мальчика. Судя по этой линейке и тому, что все более взрослые и взрослые. И потом даже старичок уже. Как-то так. Как бы там ни было, что же. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии. И подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и делиться этим и другими видео со своими друзьями и знакомыми. Ну и просто репостить социальные сети. Тем самым вы также поможете развитию канала. С вами был Антон, или же просто Ичи. Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс. И... Всех вам благ, удачи и... Пока.